Приветствую вас! Меня зовут Нахама Асинвани. И сегодня я хочу поговорить с тобой про идею судьбы. Есть ли у нас судьба? Выбираем ли мы действительно по жизни? Или всё уже предписано заранее? И эта мысль наводит на одну интересную притчу про купца и его знакомство с великим каббалистом Бааль Шемтов. Много лет назад Бааль Шемтов, который был великий мудрец, периодически путешествовал со своими учениками от одного города в другой, и часто останавливался и отдыхал у разных людей. И в один раз он отдыхал у богатого, состоятельного человека, который очень любил Бааль Шемтова и был готов отдать абсолютно всё для того, чтобы находиться вместе со своим учителем или помочь ему реализовать то или иное дело. И проведя с ним целую неделю, напоследок Бааль Шемтов, прощаясь с ним, обратился к купцу и сказал, «Чем я могу тебя благословить? Что тебе не хватает в жизни?» На что купец ответил, «Дорогой Бааль Шемтов, спасибо, но мне ничего не нужно, я ни в чём не нуждаюсь. Для меня была большая честь, что ты гостил у меня в течение всего этого времени». Тогда Бааль Шемтов задумался на пару минут и сказал, «Скажи, пожалуйста, а могу ли я попросить у тебя, попросить тебя небольшую просьбу?» Конечно, сразу же спросился купец, «У меня есть письмо, которое нужно лично отвезти в такой-то город и передать таким-то людям. Сможешь ли это сделать?» Конечно, конечно, ответил купец с огромным удовольствием. Бааль Шемтов сел, написал письмо и передал его купцу. И когда он передавал это письмо купцу, они как раз прощались и обнимались. И каким-то образом это письмо выпало из рук купца и упало в небольшой ящик, который находился в конюшне купца. На следующий год, к сожалению, Бааль Шемтов оставил этот мир. Купец, конечно же, грустил, но продолжался заниматься своими делами. И по происшествию времени колесо удачи обернулось в другую сторону для купца. И он стал терять все свои накопления, богатства, дела становились все хуже и хуже, пока он не докатился до состояния, где ему пришлось продавать какие-то вещи своего дома для того, чтобы прокормить себя и свою семью. И в какой-то день он находился в конюшне и увидел ящик, в котором он хранил разные инструменты. И подумал, что, может быть, какие-то инструменты он сможет продать для того, чтобы заработать хоть какую-то копеечку на хлеб своей семье. Он вытряхнул все из этого ящика и вместе с инструментами на пол упало письмо. Он присел и наполнился большим сожалением и болью, что он упустил эту возможность. Он обещал большим того доставить это письмо, но это не сделал. А сейчас он не знал, что делать. Во-первых, у него уже не было денег поехать в этот город. Во-вторых, он сомневался, найдет ли он этих людей. Может быть, они там больше не живут. Может быть, они переехали. Ведь прошло столько много лет. И сидя, и сомневаясь, и задавая себе вопрос, ехать, не ехать, стоит ли этого или не стоит, и все условия, в которых он находился, которые тоже не очень поддерживали эту поездку, он все-таки принял решение, что долг – это долг. Он обещал, и он должен исполнить это обещание. Приехав в этот город, он стал искать и спрашивать про этих людей, но никто не знал, о ком он говорит. Он спрашивал повсюду и у всех. И один из людей, к которому он обратился, сказал, знаешь, завтра в центре города будет большое собрание. «Все жители города будут находиться там». Наверняка это будет хороший способ для тебя найти этих двух людей. И в какой-то момент он их нашел. Это были два молодых начинающих купца, которые только начали о свой успех, заработке. Их имена были написаны на этом письме. Он обратился к ним и сказал, «Уважаемые, у меня для вас письмо от Бальшемтова». Те посмотрели на него и немножко посмеялись, сказали, «Ну как же это может быть? Ведь, к сожалению, Бальшемтов оставил этот мир уже 17 лет тому назад. Откуда ты появился тут с этим письмом?» И купец остановил их и сказал, «Послушайте, я знаю, что это звучит очень странно, но позвольте мне выполнить свой долг». Два молодых купца согласились. Они открыли это письмо и начали читать. И в письме Бальшемтов обращался к каждому из них по именам. Дорогой, такой-то и такой-то, перед вами стоит замечательный человек, человек очень милосердий, человек, который всегда заботится о всех. Но сейчас полисо удачи обернулось в другую сторону, и он потерял абсолютно все. Пожалуйста, я прошу вас, помогите ему, поддержите. И я знаю, что то, что вы читаете сейчас, это письмо, покажется для вас странным, поэтому я дам вам знак, с помощью которого вы узнаете, что то, что здесь написано, полнейшая правда. У одного из них сегодня он узнает, что у него родилась дочь, а второй узнает, что жена после многих лет бесплодия наконец-то беременна. И действительно, они проверили, потому что через минуту пришло кто-то, кто сообщил одному из этих купцов, что у него родилась дочь, а второму передали весточку от жены, что наконец-то она беременна. Тогда купцы поняли, что это письмо настоящее, они дали этому купцу денег на дорогу, денег дня для того, чтобы поднять свой бизнес, распрощались, и каждый двинулся своим путем. это правдивая история, которая произошла 300 лет назад на Украине, в то место, где обитал Большемтов и этот купец. Эта история наводит на размышления. А был ли действительно выбор у этого купца? Или Большемтов уже все предвидел? А что произошло бы, если бы он никуда не поехал? А что произошло бы, если он поддался своим сомнениям и остался? Выбирая поехать, он знал, что он идет на определенные риски. Это был вопрос, где взять деньги на поездку, насколько будет непросто найти этих людей в каком-то незнакомом ему городе. И это наводит на мысль, что когда мы стоим перед выбором, когда мы задаемся вопросом, а если судьба, не стоит ли нам просто отдаться течению жизни, потому что кто-то уже что-то предписал. Но мы можем попробовать, если нам предстоит сделать выбор, выбирать самый сильнейший выбор, где мы можем проявить свои качества милосердия, заботы или долг и обещания как у этого купца. А теперь я хочу предложить вам пройти вместе со мной медитацию, которая называется «Пророчество и параллельные вселенные», которая поможет нам предвидеть более долгострочные результаты наших решений. приглашаю вас сесть поудобнее и скрещивая руки и ноги. В нашей медитации мы будем использовать комбинацию из трех букв, комбинацию 72 имени Бога Творца «Хей, Ют, Ют». Сядьте поудобнее, закройте ваши глаза, берите внимание на ваше дыхание, почувствуйте ваше тело, почувствуйте, как каждая клеточка прикасается к стулу, почувствуйте, как вы облокотились на спинку кресла, проверьте, что ваши руки находятся в удобной позиции и не скрещены. Позвольте себе сделать глубокий вдох на счет четыре, вдох два три четыре, задержите ваше дыхание, два три четыре и выдох, два три четыре, еще один раз, вдох, два три четыре, задержка, два три четыре, выдох, выдох, два, три, четыре, позвольте себе дышать обычным ритмом, почувствуйте, как с каждым вдохом немного приподнимается, опускается ваша грудь, немного надувается, опускается ваш живот, почувствуйте, как кислород, энергия светотворца растворяется в вашем теле, течет от макушки до пяточек ног, и за следующим вдохом почувствуйте, как вы вдыхаете расслабление, позволяете ему потечь с макушки вашей головы, растекаясь по вашему лицу, плечам, рукам, растекаясь по вашей груди, животу, растекаясь по вашим бедрам и ногам, и позвольте этой волне расслабления, которая течет с макушки вашей головы, по передней части вашего тела, втекать в землю, такое приятное омовение вашего тела, и за следующим вдохом поднимите волну расслабления по задней части вашего тела, по задней части ваших ног, до бедер, все части спины, от поясницы до лопаток, шея, задняя часть головы, все ваше тело расслаблено, теплое, находится в полном заземлении, а теперь мы вместе с вами отправимся в небольшое путешествие, наше тело останется здесь в полной безопасности, и со следующим вдохом, вдыхая, соберите все ваше сознание и большой серебряный шар над вашей головой, и позвольте этому шару подняться выше, выходя за пределы комнаты, в которой вы находитесь, поднимаясь выше и выше, над городом, в котором вы живете, над страной, поднимаясь выше, выходя за пределы земли, мы продолжаем лететь, наше сознание движется в серебряном шару, наблюдать, как отдаляются планеты Солнечной системы, продолжаем двигаться вперед, пролетяя разные галактики, прилетая сквозь пояс крепот негативной энергии, продолжая дальше, прилетая сквозь розовые облака милосердия, и мы с вами оказываемся в другой реальности, в реальности бесконечного света Творца. Представьте, как будто вы находитесь над белыми пушистыми облаками, все вокруг сверкает белым приятным светом, все белое, чистое, перед вами возникает кресло кресло или скамейка, где вы мысленно можете приземлиться и представить себя. Подвольте себе присесть и оглянуться вокруг, понаблюдая за ярким сверканием белого света. Вдали вы видите разные серебряные шары, это сознание души всех людей нашего земного шара. Каждый попадает в эту реальность для того, чтобы напомниться мудростью и пониманием и предвидеть многосрочные результаты своих решений. Теперь представьте перед вами экран, белый большой экран, может быть это телевизор, может быть это просто холст. Представьте то, что вам приятнее всего на данный момент. И задайте вопрос, где на данный момент в вашей жизни есть ситуация, где вы не знаете, какое принять решение, потому что слишком много возможностей, слишком много направлений, вы не уверены, какой из них повлияет на вашу судьбу, какое из этих решений поможет вам долгосрочно выбрать самый лучший исход ситуации и раскрыть самую лучшую реальность. Представьте эту ситуацию перед собой или может быть это человек, с которым вы ведете переговоры. Представьте его на экране, смотритесь. А теперь мысленно нарисуйте буквы ХЕЙ, ЮТ, ЮТ. Эти три буквы являются буквами, которые находятся и строят высшее имя Светотворца Тетерграмотон. Буква ХЕЙ выглядит как канал и позволяет нам притянуть мудрость мыслей и подсказки. Две следующие буквы ЮТ, ЮТ, как два маленьких глаза, которые помогают нам увидеть как в бинокле то, что есть вдали. А теперь мы вместе вдохнем эти буквы. Буква ХЕЙ вдох, ЮТ, выдох, ЮТ, вдох, и выдох. Вдыхая эти буквы, позвольте этой энергии создать новое понимание внутри вас. Позвольте этим буквам создать понимание и ответ на то решение, которое будет наиболее сильнейшим, чтобы те результаты, которые вы получите, послужились добром для вас и для других. Еще на пару мгновений продолжайте вдыхать буквы ХЕЙ, ЮТ, ЮТ. ХЕЙ канал верхней мудрости, канал, который соединяет с древом жизни, в котором есть уже ответы на все наши вопросы. ЮТ, ЮТ, два глаза, как бинокль, который помогает нам предвидеть результаты на более долгосрочный срок. Теперь мы начнем возвращаться здесь и сейчас. И, может быть, у вас сформировался ответ на ваш вопрос, или вы почувствовали или увидели то, что поможет вам принять решение. Мы отправимся в обратное путешествие, опускаясь ниже волшебных белых пушистых облаков, проникая сквозь розовые облака милосердия, пролетая мимо пояса крепот, негативности, приближаемся к нашей галактике, Солнечной системе, видя разные планеты, продолжаем двигаться по направлению к Земле, летим и опускаемся медленно все ниже и ниже, возвращаясь в нашу страну, город, дом, и наше сознание медленно опускается и останавливается в комнате, в которой мы начали эту медитацию над нашей головой. Я посчитаю одного до трех, и мы вернемся, медленно, не спеша, здесь и сейчас. Один, со следующим вдохом, вдохните ваше сознание, обратно ваше тело, почувствуйте, как оно вливается через макушку и заново наполняет все ваше тело. Два, почувствуйте, как ваша энергия вибрирует в каждой клеточке, в каждой мышце, в каждом органе, почувствуйте новое сознание, новые подсказки. Три, ощутите ваше тело, просканируйте его от макушки до кончиков пальцев на руках, на ногах. Вы можете слегка подвигать пальцами на руках или на ногах, ощутить ваше тело, ощутить, что вы вместе с вашим сознанием сидите на этом стуле и медленно, не спеша, когда вы готовы, откройте ваши глаза. Если есть возможность, обязательно запишите ваши инсайты, ваши мысли, и я буду рада, если вы поделитесь ими со мной в комментариях под этим видео. Я с удовольствием выделю время, чтобы это обсудить. И если эта притча была интересна, может, она будет полезна для кого-то из ваших друзей, вы, конечно же, можете поделиться этим видео с близкими, с родными. Подписывайтесь на канал. С вами была Нахама Синвани. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующее воскресенье. Синвани.